приветствую вас на своем канале микрофона днил добро канал быстро пк в этом видео я расскажу вам про он плац north c3 lite 5g 2024 году смартфон у нас 2023 года по характеристикам у нас тут 8 гигов оперативки 256 постоянной памяти с процессом у нас qualcomm snapdragon на фоне часы погромче сделаю на мой взгляд смартфон достаточно громкий тут вроде бы стереозвучание в общем смартфон не лагает ничего после обновления никаких проблем не возникло во всяком случае я ничего не заметил сейчас покажу как все в принципе работы сейчас я включил все анимации у нас стандартники такой для android рабочий стол работа жестами можно включить старый режим он сам предлагает выбрать при настройке какой режим выбрать либо вот старый где у нас были внизу кнопочки но я все-таки решил переключить на жесты потому что с большим экраном жесты значительно удобнее чем тыкать в нижний торец телефона на кнопочки но если вам очень этот режим нравится его можно тут активировать так тут настроил я также тему то есть это все настраивается цвет именно так же можно форму иконок нас настроить кругленькие квадратники и ромбики покажу как это сделать обои стиле обои я свои поставил так по умолчанию тут не особо интересные обои вообще кучи мне минимал что привлекло значки тоже тут не особо большой выбор вот цвета это вот я настроил цвета тут и надо эти цвета поэтому не все желтые и вот быстро настройки от как раз вот это вот верхняя минушка то есть нажимаем допустим круг на будет все круглая квадрат будет все квадратное устройство что тут у нас стоит android 14 снатбрег на 695 такой достаточно мощный процессор версия android 14 после обновления безопасности 5 июля 2024 примерно это обновление весело около 5 гигабайтов суммарно все обновления которые поставил то есть условно на установку всех обновлений мне ушло ну меньше получаса все поставил достаточно быстро без сбоев пришел телефон немножко разряженный зарядка была где-то около 30 процентов но так как тут быстрая зарядка 67 ватт я уже проверил сейчас кстати покажу скриншоты так вот основной конкурент этого смартфона это более новая версия он пас си 4 light 5g тут у нас опять-таки такой же процессор сэсор 695 ну камера отличаются тоже опять же добавили тот же сама модуль 2 мегапикселя и при этом экран тут уже амолед а тут у нас ipском если честно на мой взгляд и без к все-таки поинтересней насколько я так понял у этого телефона нет в комплекте зарядника на 100 ватт который тут есть ну аккумулятор тут практически такой же так по настройке экрана тут такие но достаточно простенькие настройки ничего такого интересного нет можно так там там еще частоту экрана включить 120 герц либо 60 я поставил 60 ну что большой разницы я не заметил она кстати тут еще есть такая фишка как у айфонов галереи то есть тут можно вот так вот пролистывать тут фишку в айфону взята троттлинг тест это я вот делал троттлинг тест когда он уже был в режиме энергосбережения тут видно да энергосбережение на было включено и он действительно немножко сбрасывает частоты работы процессора но незначительно поэтому в принципе даже в режиме энергосбережения и можно спокойно пользоваться никаких проблем скорее всего не будет но при этом он немножко проживет подольше ну и конечно же в играх когда вы включаете игру все эти режимы энергосбережения по умолчанию отключаются но там можно его поднастроить чуть позже покажу как он выглядит во всяком случае сравнила его со своим прошлым телефоном это у нас huawei p 40 light вот как мы видим тут нас в среднем вот такое значение тут в среднем 75 ну то есть явно побольше причем кстати размах между в среднем и максимальным не такой большой тут размах тоже кстати плюс-минус такой же ну и троттлинг троттлинг его обоих процессоров нет ну замечу что пах и критистикам если вот чисто посмотреть то тут у нас стоит кирин 810 и в целом сопоставимый процессор тут правда всего 6 гигов оперативки тут все еще стоит 10 андроид разрешение экрана у них тоже сопоставимое и при этом тут можно настроить низкое разрешение экрана и высокая тут к сожалению такой настройки нет то есть по настройкам именно экрана холлы почему-то оказался более гибким так сказать больше настроечек в остальном же именно по настройкам по камерам кстати холл тоже поинтереснее сейчас я открою тут по камерам но тут проблема в том что у холл полностью отсутствует стабилизация при съемке видео тайм-аут экрана пусть она будет пять минут стандартная частота экрана 60 герц либо можно выбрать 120 тут у нас 120 герц нет так вот у нас по экрану как видите разрешение экрана у них очень сопоставимое тут просто тюмов чуть побольше 67 тут 64 то есть он сам по себе как мы видим чуть чуть побольше странно что почему-то аиды 64 не пишет что у него возможно есть частота 120 герц только пишет 60 то ли потому что мне сейчас включено 60 герц не знаю чем связано но я сейчас кстати этот момент проверим может тут воедет уже это значение поменяется теперь посмотрим 90 герц а вот видим это максималка 90 герц да нет 120 максималка ну-ка видите давайте 120 герц поставим к теперь что-то выше 90 он не показывает даже еда и и не особо-то распознает по камерам давайте посмотрим камеры 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 это у нас устройство камера тут у нас стоит почему-то очень странно но разрешение этой камеры по умолчанию которых стоит 12 мегапикселей в на сайте там написано что и у них в приложении написаны немножко иные циферки вот тут написано что у нас основной модуль 108 мегапикселей но почему-то аиды 64 этих 108 мегапикселей ну просто не видит просто нет есть сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку ну что это и ps к там обычно подэкранный отпечаток пальца не ставит и как мы видим по разрешению фотографий именно по умолчанию 40 лает все-таки немножко поинтереснее ну как мы видим ps40 light не поддерживает у нас это стабилизацию вот стабилизация видео не поддерживается тут стабилизация видео поддерживается ну и передняя камера тоже что-то тут как-то тут у нас максимальное разрешение 16 мегапикселей тут почему-то разрешение только 4 мегапикселя тоже очень как-то странно что-то как-то не сходятся циферки прям вот странно потому что на huawei все кстати в этом плане сходится все прям четко и понятно скриншоты вот у нас было пять процентов разрядил до пяти процентов как видите за время активной работы с экраном пять часов примерно 30 минут и время использования с момента последней зарядки 22 часа то есть это у нас получается 22 часа так может очень режиме учитывая что у нас тут стоял сочного приложения пользовался bluetooth то есть мне почти постоянно подключены часы ну и музыку еще слушал такое умеренное использование телефона даже помню немножко в игры поиграл насколько я так помню и в итоге с супер зарядкой за так давайте вот тут 2119 тут 2103 то есть по факту за 15 минут да то есть почти получается 40 процентов заряжаем за 15 минут потом я вот еще разрядил его еще раз но 44 процентов и снова поставил на зарядку вот кстати в режиме энергосбережения суперского он выглядит вот так и еще внизу тут пишет сколько осталось времени до работы батареи и после зарядки у нас получилось вот такая штука то что так вот на 80 процентов также за 15 минут он зарядился ну тоже примерно 40 процентов причем почему до 80 процентов дело в том что я активирую режим который тут стоял по умолчанию если мы вам зарядим до 100 процентов сколько это выйдет посчитаем сейчас на калькуляторе так сейчас мы посмотрим сколько он у нас выявил так 5 часов 30 минут до 6 на 60 300 минут плюс 30 минут 330 это у нас получается количество минут которую у нас была активная работа экрана это у нас при 80 процентов ну давайте-ка мы возьмем 75 чтобы у нас был более точный показатель и он 75 делим на 75 и получаем 44 минуты ну все это у нас получается 1 процент умножаем все это дело на 100 получаем 440 минут или делим на 60 получаем 7 часов то есть по факту полные зарядки аккумулятора хватит на 7 часов нормальный просто работа телефона много это немного но целом рабочий день вполне нормально каких-то прям вот сутки тут судя по всему нет только если он будет очень много находиться в ждущем режиме также замечу что я тут включал режим энергосбережения при вот этом тесте так что ну плюс минус 7-8 часов можно считать что точно хватит учитывая что для этого наступнул и все окей ну если пропису по 40 говорит говорит его тоже в принципе примерно плюс только и хватает так 1 2 3 так ну принципе примерно одинаково так следующую игру спускаем 1 2 3 ну в целом на мой взгляд плюс-минус одинаково все запускается оба телефона запускаю довольно таки быстро но скажу сразу что в он класс именно чисто по характеристикам он он менее игровой смартфон чем p40 light несмотря даже на то что этот смартфон уже подустарел он 21 года процессор у него 20 в итоге все это выглядит немножко странно что вроде бы этот смарт у этого он класса процессор мощнее чисто вот по вычислениям но графическое ядро у него послабее чем у этого но к сожалению тут нет возможности померять количество fps но мне кажется что плюс-минус 60 он стабильного дает во всех этих играх тяжелые игры на него и не ставил и в целом вообще не понимаю вот это вот стремление запустить на смартфоне какую-нибудь тяжелую игру ну что все-таки нормальные все игры запускают в первую очередь на компьютере на мой взгляд потому что там как минимум экран побольше и как-то поинтереснее все это выглядит но всякие вот такие простенькие игры они все достаточно хорошо запускаются по fps он выдает примерно около 60 fps в большинстве игр такого среднего уровня что на мой взгляд более чем достаточно чтобы открыть вот он у нас немножко открывается тут у нас стоит сбалансированный режим я включал режим профи но большой разницы я не заметил вот состоянии системы активируем и вот видим тут у нас 60 fps и так далее нужно посмотреть вот сейчас он выдает ну около 60 fps можно кстати чуть увеличить увеличить нельзя 60 fps он выдает можно камеру поменять замечу что при ну в играх телефон не греется он достаточно холодный как кстати вот этот телефон он тоже не греет не горячий и это тоже большой на мой взгляд плюс то что никаких проблем с перегревом у него я не заметил каких-то лагов серьезных и подвисаний я тоже не заметил единственная проблема которая у меня возникла покажу она была связана именно с тем что некоторые приложения возможно это специфика просто 14 андроида то что мне пришлось приложение блокнот который мне постоянно пользую заходя заходим в настройки и место хранения заметок сделать внутренние сели карты либо внутреннее хранилище когда я устанавливал ну внешнюю сети карту то есть по факту ставил на память телефона то есть чтобы свободно заходить эти заметки редактировать через память телефона сохранять там же приложение плохо оптимизировано под данную прошивку сложно сказать чем связано но если вы столкнетесь именно с такой проблемой то попробуйте изменить место хранения файлов если что-то будет тормозить и в принципе это все нюансы которые заметил bluetooth все работает стабильно связь тоже станет давайте-ка сейчас замерим спид тестом связь посмотрим нет правда только 4g 5g я в сети не тестировал так у меня есть результаты тестирования и максимальный результат который мне выдал это было целых 8 мегабит на загрузку предпоследний 68 мегабит возможно потому что у нас тут я в городе еще правда не тестировал в городе надо протестить но каких-то проблем нет ну и согласен не самые высокие показатели по сети возможно потому что у нас просто сеть больше не выдает сделал парочку снимочков сейчас откроем по сравним такие у нас тут немножко отличается отображение на хуауэй чуть поинтереснее выглядит тут у нас разрешение фотографии как мы видим совпадает прям абсолютно одинаковое причем тут мне кстати режим ночь съемки стоит тут у меня обычный режим и почему-то очень часто именно выходит что если мы фоткаем тут на основную камеру размер фотографий тут значительно больше чем у хуауэя то есть он почему-то хуже значительно сжимает несмотря на это детализация в снимках вот на этом телефоне выходит немножко поинтереснее с чем это связано и не могу сказать но тут я в данном случае использовал немножко другую камеру стороннюю по моему какую-то стороннюю камеру в принципе сторонние камеры снимают видимо лучше в качество скажем так сопоставимое тут у нас причем вот в данном случае вот тут мне кажется получилось более естественно чем вот тут какая-то прямо-то резкость слишком высокая все-таки ближе вот к этому отображению было когда я снимал тут прям вот кстати приблизить тут можно значительно больше тоже плюс прошивки видимо тут прямо хотя разрешение фотографии как мы помним одинаково хуже приближает чтобы мы не увидели вот этих всех изъянов соответственно большой разницы по фоткам суп то и нет ну я бы рекомендовал все-таки использовать сторонние приложение камер я использовал приложение камера и жди ссылку оставлю в описании и камера г камера но у меня камеры жди почему-то оказалось лучше потому что она меньше сжимает фотографию если же по съемке видео на мой взгляд все-таки съемка через стандартную камеру тут сделано лучше так вот как так кстати тут тоже включил снимочку ну кстати вот сейчас вот чисто вот так вот визуально выглядит вот тут все-таки лучше вот прям тут почему-то муть какая-то может мне кажется камера не протертать протрем так тут мне кажется очевидно что хотя после того как я протер в принципе качество именно картинки но сопоставимая причем тут он снимает так же как и этот телефон только в 1080р в 30 fps то есть кому-то может этого не хватить он сейчас кстати вот по цветам именно потолка если мы посмотрим то вот тут что-то цвета получше чем вот тут какие-то они более серые по моему тут более естественные цвета сопоставим если брать основные камеры камера у нас средние мне в принципе устраивает это строил эта камера на не хуже чем у p40 light но сказать что она прям вот в разы лучше я не могу потому что плюс минусы постоянно только за счет того что тут есть все-таки стабилизация хоть какая-то конечно она работает не идеально точно это сказать ну что я заснял несколько пробных видосов на смартфоне когда смотришь в принципе нормально приемлемо ну как только мы открываем это же видео на компьютере сразу видно что все там трясется очень сильно и так далее и выглядит уже не так все хорошо как хотелось бы ну какие-то если кому-то интересные исходники именно этих фотографий я выложу на в телеграме и вы сможете их посмотреть и сами посравнивать например со своим телефоном и так далее ну и к тому же тому кому это будет интересно я думаю этого будет более достаточно чем то что я буду сейчас вот показывать ну понимаете да просто камера хорошая но ничего особенного в ней нет ну зато тут кстати есть интересная фишка вот допустим на этой фотографии мы ее проверим заходим в изменить ну при этом по-моему такой фишки нету даже на айфоне и функция удаления есть у нас тут как мы видим вот этот стульчик он нам по какой-то причине показался ну как бы хотим его удалить закрасили его весь так вот опустили и он удалился все кстати ну выглядит если вот так вот не приближать то очень даже реалистично ну как мы видим почти идеально продолжил все ну кстати он длиннее даже кстати продолжил интересно но криво конечно все продолжено то есть ну по идее закрашивать например вот такие вот изъяны на фотографиях типа точечек но кстати очень хорошо годится вот это наверно хорошо удалит почти идеально вот ну все-таки до уровня какого-нибудь фотомонтажера тут не доходит да он удаляет но почему-то искусственный интеллект который тут есть он очень плохо дорисовывает но удалить какие-нибудь там допустим причины фотографиях еще чего-нибудь вот этого эффекта очень даже хватит он очень хорошо с этим справится и вот в принципе когда отдалишь ну выглядит очень даже хорошо даже не скажешь что тут было удалено достаточно много деталей выглядит очень кстати прикольно вот тут отдали вот все без всяких деталей домик как будто бы так и должно быть можно еще кстати по приколу окно удалить давайте попробуем удалить окно но домик без окна я его себе так не представляю как он будет выглядеть да вот большие объекты почему-то он не всегда хорошо удаляет но в принципе уже поинтереснее ну допустим можно еще лампочку одну удалить он удаляет но все это вот как будто бы закрашивает просто ну вот что-то с однородного фона удаляет прям вообще идеально вот он удалил просто закрасил и все то есть с однородного фона прям отлично удаляет все благодарю за просмотр до встречи в следующих видео видео в следующих видео видео